Магнитогорский металлургический комбинат Эстетическое воспитание детей Камертон Евгения Васильева Здравствуйте, Евгения Здравствуйте Ну, Камертон, мы все знаем, это то место у нас в городе, где действительно занимаются эстетическим воспитанием наших ребятишек Один вот извечный вопрос всегда у меня Нужно ли с молодых ногтей приучать детей к прекрасному? Из какого возраста сегодня к вам приходят дети? Ну, это, конечно, такой риторический вопрос Ответ на него явно очевиден Конечно, да Не открою ни для кого секрета, что дети, которые занимаются, обучаются музыкальному искусству Это особенные дети Во-первых, они, скорее всего, трудоголики Потому что тянуть две школы, это, извините меня вам, очень даже ничего Но, конечно, чем раньше ребенок погружается в эту атмосферу, тем полнее, наверное, нагружается его внутренний мир для того, чтобы открыться потом действительно реальному миру и получить вот этот весь спектр красок, которые видит ребенок в дальнейшем своей жизни Есть такое высказывание у музыкального психолога вообще, вот если говорить о музыкальном воспитании, музыкальном образовании Что обучение музыкой должно происходить не для того, чтобы человек стал музыкантом, а для того, чтобы быть успешным в любой профессии И эти дети действительно показывают, доказывают это своими творческими дальнейшими выступлениями, что они более коммуникабельны, более раскрепощены эти дети Ну и вообще, как я уже сказала в самом начале, они видят мир другими глазами Это очень хорошо Ну и вот кто самый молодой у вас на сегодняшний день? С какого возраста? Удивитесь, у нас есть проект, который мы запустили несколько лет назад Ведет этот проект замечательный преподаватель, у нее своя методика Называется этот проект «Музыка с мамой» и дети приходят туда от одного года, от одного до трех лет И как успехи? Есть ли какие-то результаты? Результаты есть, потому что после данного проекта дети хотят дальше заниматься музыкой Потому что в этом проекте, смысл этого проекта в том, чтобы ребенок на себя примерил роль музыканта Их знакомят с музыкальными инструментами, дают на них поиграть Это все вместе с мамой, такое, знаете, сотворчество Такое вот соприкосновение с музыкой Когда, если со стороны на это смотреть Вы знаете, вот я даже сейчас рассказываю, у меня такие вот волнительные идут ощущения Потому что открытые глаза ребенка Мама в восторге Если посадили там за рояль, все, все играют сразу, мгновенно Прикосновение к инструменту, это само по себе уже волшебство А когда это делает вот такой крошечный ребенок Это, конечно, особое удовольствие даже просто посмотреть И мама задает вопрос Давайте мы хотели бы, потому что курс рассчитан с года до трех Давайте, давайте что-то придумывать Хорошо, центр Камертон решает эту проблему И для этого организованы платные образовательные услуги для детей От трех до пяти уже теперь лет Это уже следующая ступень? Да, это следующая ступень Школа выходного дня Вы завлекаете бесплатно, а потом уже за деньги Завлекаем, да Но дело добровольное, да Поэтому приходит большое количество людей к нам Не могу скрыть эту информацию Мы очень рады этому Курс весь называется у нас Школа выходного дня «Маленький гений» И вот здесь уже дети действительно погружаются По-настоящему В предметной области И расходятся на такие предметы, как, конечно же, пение Потому что без исполнительства вокального вообще не представляю жизнь любого человека Не говоря уже ребенка Это естественная природа каждого ребенка Это, конечно же, изобразительное искусство Это знакомство с музыкальными какими-то терминами Грамоты такой музыкальной Такие вот, знаете, такое маленькое адаптированное как бы сольфеджио даже, можно сказать Где они начинают дорами фасоль оси понимать, что такое гамма И все, знаете, в доступной форме это все происходит Специально продуманы, прописаны программы И, конечно, хореография Вот, работают специалисты, все преподаватели с высшими категориями Здесь нареканий ни разу не было Родители все довольны Обращения идут Единственное, что, конечно, может быть тот поток, который детей хотел бы Ну, чисто физически не получится Но стараемся удовлетворить всех желающих А есть такой момент, что вот мамы, вы говорите, с горящими глазами Но вот кто не владеет инструментом каким-то Они включаются в процесс и говорят, что мы вот хотим научиться на чем-то играть Ой, включаются в процесс У нас есть еще такой проект, который тоже вот для таких мам Которые, вот, знаете, есть же люди творческие И вот, может быть, где-то упущено было, да, вот когда в детстве уехали В свое время, да Запало это звено А здесь тоже Центр Камертон предоставляет Здесь у нас эту программу вообще прорабатывает психолог И отдельно работает с ними Но творчество связано уже больше не с музыкальным искусством, а с прикладным То есть опять вот звучит, допустим, какая-то музыка классическая И вот в такой, в атмосфере, в таком вот, как вам сказать, в пространстве Происходит решение каких-то вот таких прикладных вещей Как, например, смастерили вот, например, новогоднюю игрушку совместно с мамой Но родители, они, знаете, достаточно активные участники В плане того, что если организовать нужно какое-то концерт, мероприятие Все, это очень весело происходит А именно вот овладеть каким-то музыкальным инструментом Вот смотрите, в принципе, если такое происходит То преподаватели готовы отработать с такими людьми И для этого у нас есть такая тоже платная услуга, как факультатив То есть оплачивается и преподаватель начинает работать В любом возрасте, неважно, даже если это пенсионеры И вот они хотели бы обучиться, играть на каком-то инструменте У преподавателя, если есть время для этого, то да Но это вот очаровательная такая картина, когда мама, ребенок Играет на инструментах, папа, если еще присоединится Вся музыкальная семья, здорово Кто эти педагоги, которые работают с маленькими ребятишками? Наверняка это какой-то определенный состав педагогов Да, это призвание Это люди, которые, видимо, миссия их на земле такова Что они действительно занимаются методологией И работой именно с детьми младшего возраста То есть здесь же учитывается все Психовозрастные особенности ребенка То, что ребенок, например, находится совместно с родителем Программа была разработана преподавателем Который вот у нас, Елена Викторовна Задонская Занимается вот самыми-самыми маленькими детьми Если вы с ней бы пообщались, вы бы поняли, что это фея А не человек Сказочный Она сказочная, да, дама такая И, конечно, она очень располагает Дети действительно воспринимают ее как сказочную принцессу Она всегда и одевается, понимаете, да? Соответственно Соответственно, этой роли Вот, поэтому здесь учтены все факторы С ней работают всегда иллюстраторы Взрослые музыканты, профессионалы Обязательно звукорежиссер Который все сопровождает То есть это все делается на таком профессиональном уровне Ну, что касается отпечатка пандемии Мы вот как оптимисты все-таки желаем подсчитывать Ну, самое лучшее за прошедший год Вот давайте вспомним, чем вы можете похвастаться Но уже вот о тех звездочках, которые постарше у вас занимаются Да, видимо, знаете, для творчества нет границ Пандемия, она внесла свою коррекцию, свои коррективы Но именно в момент пандемии мы стали понимать Как много мы можем делать за пределами своих возможностей в онлайн-режиме То есть мы стали делать медиапроекты Мы стали организовывать концерты Причем они могут быть и внутри нашей организации И совместно с другими организациями Это все выкладывается на сайте Востребовано это Потому что люди понимали, да, что все те, кто имеют возможность включить интернет И посмотреть запись любого концерта Это тоже дорогого стоит Там проходили такие мероприятия И конкурсы, наверное, да? Конкурсы, да, все шли в дистанционном режиме Мы поучаствовали, не поверите, даже в дельфийских играх Такое впечатление, что, наверное, еще обширнее стало Да, мы стали лауреатами Нам в связи с пандемией Прислали наградной материал В виде вот такого 3D-файла Который на 3D-компьютере нужно было потом распечатывать Вот мы, значит, творчески тоже к этому подходили Но кто больше всего поразил вас в этом году Вот из ваших учеников? Кто отличился ярче? Да, есть такая плеяда детей Которым действительно, вот, видимо, без разницы В онлайн-режиме, в конкурсе поучаствовать Или это в записи было бы сделать У нас есть ребенок очень одаренный Такой, как Софья Селянка Она у нас съездила в Государственную Думу Выступила там, потому что мы участвовали в национальном проекте И потом вот в завершении был такой большой концерт Из одаренных детей И вот Челябинскую область представляла наша воспитанница Софья Селянка У нас есть замечательный коллектив Который стал лауреатом Дельфийских игр Это хор русской песни «Виноград» Под руководством Ольги Николаевны Макаренко Дети готовились, уже одной ногой сели в автобус, можно сказать Но организаторы Дельфийских игр приняли решение Что все-таки он пройдет в записи За свободу всех народов Но подготовка была ничуть не меньше Нужно было качественно сделать запись Это звук, это видео Все одним треком Специально программа готовилась Потому что для этого выступления Тут же у нас еще события какие выпадали Что и город трудовой доблести Звание город Макдагорск получил И 75-летие В общем, такие все значимые события Жизнь кипит в вашем творческом коллективе И хочется пожелать, конечно, чтобы больше было у вас творческих идей Но и чтобы выпускников было больше тех, которыми бы вы могли гордиться Я напомню, что у нас в студии был директор Центра эстетического воспитания детей Камертон Евгения Васильева Спасибо, что вы к нам заглянули Ну, а мы с вами ненадолго прервемся И затем вернемся в студию Я покупаю мясо на центральном рынке Потому что я уверен в его качестве Меня устраивает здесь ассортимент Качество, кожаное рабочее место Покупаю мясо Всегда у одних и тех же И по приемлемой цене Как же дома тепло Конечно Ведь мы подключили новый тарифный план «Теплый» от ТТК Магинфо В котором есть все, что нужно для нашего комфорта Интернет до 100 мегабит в секунду Более 120 ТВ-каналов Необходимое оборудование и антивирус Все это всего за 480 рублей? Да, теперь зима точно будет теплой Спасибо за заботу! Настройтесь и вы Радио 7 На 7 мегабах То, что надо Для хорошего настроения Звезды мирового сноуборда На Южном Урале 6-7 февраля Магнитогорск Банная Открой новый сезон Вместе с чемпионами На Кубке мира по сноуборду Ближайшие домашние матчи Металлурга состоятся 5 февраля Магнитка встретится с Акбарсом из Казани А седьмого с командой Борис Билет уже в продаже Только на трибунах арены Металлург Вы испытаете настоящие эмоции Каждую среду в 20.00 Она будет говорить о том, что действительно волнует всех Нет мелочей в нашей жизни Мужчины тоже могут присоединяться Интересно будет всем, как и всякий раз, когда в эфире Юлия Бударина Проект не мелочи в жизни Мама, в моем крохотном сердечке Столько нерастраченной любви Где же ты, родной мой человечек Позови меня, родная, позови Мамочка, мне очень одиноко Я ищу тебе глазами вновь и вновь Полюби меня без страха и упреков Мне ведь так нужна твоя любовь Надоело готовить Хочется разнообразия Маленького гастрономического праздника Или большого Новый проект телекомпании ТВИН В своей тарелке Мы расскажем вам о местах, где можно вкусно поесть Хорошо отдохнуть С удовольствием провести время Уважаемые рестораторы Владельцы кафе и других заведений общественного питания Хотите, чтобы вас узнали с новой стороны Не боитесь показать свою внутреннюю кухню В прямом и переносном смысле Тогда добро пожаловать в наш проект В своей тарелке С Павлом Зайцевым Уже в эфире телекомпания ТВИН Это Магнитогорское времечко И мы продолжаем У нас сегодня такая культурная страничка И в студии гость у нас поменялся Появилась Ольга Павлова Режиссер-постановщик Дворца культуры железнодорожников Здравствуйте, Ольга Ну вот сейчас такая у нас тенденция Что вместо вопроса, как дела Мы спрашиваем, как пережили пандемию Давайте расскажите, что у вас там, как Ну, конечно, пандемия коснулась всех И она не обошла нас стороной Как и любое учреждение культуры Наверное, мы искали новые форматы Для того, чтобы наши зрители не скучали И всегда были в курсе последних событий Именно в культурной жизни Ну и само собой, естественно Куда могли мы пойти? В сеть интернет Куда выкладывались различные мероприятия Которые мы записывали сотрудниками Это были мероприятия, посвященные 9 мая Это были мероприятия, посвященные Дню России Различные акции проводились Посвященные также детским праздникам Мы проводили мастер-классы И все это выкладывали в интернет И, конечно, находили большой отклик У нас появилось очень много подписчиков Которые заинтересовались И так мы, скажем, сейчас потихонечку Собмещаем реальную жизнь Да, реальную жизнь и жизнь виртуальную Сколько лет дворцу? И вот немножечко об истории расскажите Да Вы знаете, вообще дворец начал свою деятельность Можно сказать, с первых десятилетий нашего города Это за рождение нашего города В архивах мы нашли первые книги приказов Они были от 1947 года И название дворца первое было имени Кагановича Но время шло, менялось время И сама жизнь менялась И неоднократно наш дворец менял название Так, в 1957 году дворец был переименован В дом культуры 40 лет октября Это было связано с 40-летием Великой Октябрьской революции Но сам дворец у нас находится в поселке Железнодорожников Где основная масса жителей Это работники, железнодорожники, их семьи Которые, конечно же, нуждались в социальной сфере Так, как и в культуре И дворец перешел плавно в пользование российских железных дорог Но в связи с изменением политики железной дороги В 2010 году было принято решение О передаче данного учреждения городу И 1 мая 2010 года Двери учреждения открылись для своих первых зрителей Уже как муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры железнодорожников города Магнитогорск Но мы знаем, что изначально кипела культурная жизнь в этом дворце Потом какой-то, наверное, спад произошел На сегодняшний день не подрастерял ли дворец и приобрел что-то новое? Вы знаете, я, наверное, не могу вам сказать о том Что дворец терял какой-то свой творческий потенциал Мне кажется, он всегда в любое время наращивал Приходили новые кадры, амбициозные, молодые специалисты в области культуры И вот этот симбиоз с более опытными работниками всегда вдавал свои плоды То есть в любое время, будь это советское, постсоветское время И сейчас в наше новое время Мне кажется, это наоборот такое больше каждый раз Наращивание творческой силы происходило Поэтому я не могу сказать, что был спад Мне кажется, всегда в свое время Жизнь кипела Проводились различные мероприятия Создавались новые проекты Новые мероприятия входили в нашу систему И, конечно же, мы привлекали не только своих зрителей неискушенных Но и участников творческих коллективов На сегодняшний день на подмостках у вас какие коллективы блистают? У нас всего во дворце культуры 13 творческих коллективов Я не возьму на себя ответственность кого-то выделить Потому что каждый коллектив, он по-своему уникальный Очень разные направления Будь то вокальная, хореография, театральное искусство Каждый уникален, каждая изюминка является в нашем дворце Поэтому я здесь не возьмусь сказать, что кто-то особенный Все умнички у нас Ну давайте возьмем паузу и посмотрим на ваш коллектив Конечно Я люблю мою Россию Я люблю мой отчий дом Здесь давно под небом синим В детстве бегал босиком Я люблю мою Россию Горд и счастлив здесь я жить Я люблю мою Россию И глянусь всегда любить И Гоголя страна И Нахимова страна И Шаляпина страна И Нахимова страна И живет в себе простор От Москвы до Хавангор И живут в себе всегда И любовь и доброта Тут леса Там моря Здесь поля Наша белая земля Тысячу раз в секунду И шла сердце бьется Снова печаль рекой Бьется через края Мимо проходят люди Место них остается Наедине со мной Меланголия Весна 45-го По небу плыву до бога Весна 45-го Россия так далека Весна 45-го Победа наша близка Весна 45-го У насitsu Весна 45-го Весна 24-го Нахимова страна И в меч Cumoke У нас ilo Субтитры Д Сав年 свои Это «Магдагурская времечка». Мы продолжаем. Сегодня мы отправились в гости в Дворец культуры железнодорожников. У нас в качестве эксперта выступает Ольга Павлова, режиссер-постановщик этого дворца. Давайте обратимся к молодому поколению, к ребятишкам. Как вы с ними занимаетесь? Сколько коллективов и какие на них направлены? И сколько детей занимается сегодня? Про детишек я вам, конечно, с радостью расскажу, потому что это наша основная масса тех детей, которые занимаются в творческих коллективах. У нас всего 10 бесплатных коллективов, и там занимается 201 человек. Практически все это дети. Они занимаются в вокальном коллективе «Креатив», коллектив вокального эстрадного пения «Ассорти», детский хореографический коллектив «Непоседы» и образцовый хореографический ансамбль «Экспрессия». Также у нас есть коллективы «Рукоделие», где юных рукодельниц учат первым стишкам, правильному вышиванию, пришиванию пуговиц, которые в дальнейшем обязательно пригодятся в быту. Ну и творческий коллектив «Радуга фантазий», где ребята могут из пластилина вытворять просто уникальные шедевры, из которых, между прочим, иногда даже делают мультфильмы. И со всего города, со всех уголков города к вам приезжают заниматься? Вы знаете, как таковое, мы не ведем подсчет именно с каких уголков районов приезжают с нашего города. Но я могу сказать, что, конечно, приезжают дети, и родители привозят детей заниматься, потому что есть заинтересованность как у родителей, так и у детей в творческом развитии своих детей. Поэтому это, конечно, очень важно для нас, чтобы как можно больше людей со всего города могли к нам приезжать. Ну и тем более, что оснащен дворец сегодня, да, по современным всем технологиям, это и для тех, кто вокальных ансамблях занимается, да, это очень важно. Да, у нас есть студии, у нас есть вокальные классы, где ребята изучают первые шаги вокального творчества, где могут записать песню, например, подарить родителям. То есть все у нас это есть. Ну и, конечно же, сцена, где ребенок может все свое творчество показать не только родителям, но и зрителям. Ну, сцена, да, очень важно. Какие проекты вы городу планируете подарить вот в будущем году? Ну, будем надеяться, что уже из онлайн-пространства мы выберемся, и вот что это будет? Проекты у нас, конечно же, задуманы, но как и любой творческий человек, не хотелось бы раскрывать, да, всех карт, но мы приоткроем занавесу. Поскольку все-таки пандемия внесла свои коррективы, и мы уже теперь не умеем просто выходить из вот этой зоны комфорта, мы сделали небольшой проект, мы его готовим. Думаю, что к лету он будет уже полностью у нас готов к тому, чтобы мы его вынесли в люди. Это такой некий симбиоз виртуальной жизни и жизни реальной. И мы хотим сделать такой небольшой проектик, называется он «Выходи из дома», где дети и родители совместно, получая некие задания в интернете, могли выполнять эти задания уже в реальной жизни в нашем городе, изучая достопримечательности города, историю города, и таким образом как бы пройти небольшой квест. А этот проект будет рассчитан на всех жителей или на тех только, кто занимается у вас? Обязательно на всех. Мы хотим, чтобы все жители города приняли участие в этом проекте. Но вы как-то уже собираете участников проекта? Я вам немножко расскажу. Или кто-то желает. У нас был некий прототип, мы его пробовали, использовали, когда вот было все закрыто, мы сидели все дома под замочками. Мы создали такой проект, назывался он «Пиратский квест». Наши сотрудники совместно с творческой группой в разных локациях города снимали небольшие сюжеты, задания, и мы выкладывали их в интернет. И люди, будучи, когда находились дома, решали некие задачки логические, цепочки выстраивали, делали подосъемки. Это вас подтолкнуло. Да, это нас подтолкнуло. Потому что прошел. И все это настолько заинтересовало зрителя, тех, кто сидел дома, им было интересно. То есть, несмотря на всю вот эту вот замкнутость, проводить вот такую вот интересную игру вместе с аниматорами, которые выступали у нас, и это заинтересовало. Конечно, и появился спрос, что мы хотим еще. Ну, то есть уже у вас есть категория людей, которые будут принимать это. И мы хотим как бы расширить данную. Ну, тогда у вас есть уникальная возможность обратиться к горожанам и пригласить их и в свои коллективы. Ну, и, разумеется, вот этот новый проект. Дорогие друзья, двери Дворца культуры железнодорожников открыты для вас. Мы ждем вас в гости. Подписывайтесь на наши соцсети, следите за нашими новостями. Ну, и, конечно же, будьте в курсе всех последних наших событий. Ну, и оккультуривайтесь, уважаемые телезрители, не погружайтесь так в наши серые будни, а все-таки ищите какие-то вот коллективы, в которых, возможно, вам будет интересно заниматься сегодня. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok